От мечты к реальности. Круглый стол с таким названием состоялся в Тверском парке «Россия. Моя история». В нем приняли участие представители не только Верхневолжья, но и спикеры федерального уровня. О том, что было в фокусе их внимания, вы узнаете в следующем материале. В работе Круглого стола приняли участие представители муниципальной системы образования, продюсерской компании «Русь», Всероссийского объединения движения первых, а также Столичного института современного искусства. Его ректор отмечает, что нельзя считать правильным стереотип, согласно которому искусство непонятно и неинтересно современной молодежи. У всех видов искусства есть язык, который понимает молодежь. Это язык эмоций, с одной стороны, это язык фактов, как это ни парадоксально. Молодежь должна прилично знать историю и понимать логику событий. Самое любопытное, что зачастую подрастающее поколение активно занимается искусством. Кто-то рисует граффити, кто-то снимает видеоматериалы на телефоны или фотоаппараты. Проблема в том, что в большинстве случаев это делается непрофессионально, при том, что можно все исправить, поступив в тот же институт современного искусства. Без этого не получится развиваться, преодолеть путь от мечты к реальности. Почему Круглый стол и получил такое название? Ты можешь обладать прекрасным слухом, но если ты не будешь работать каждый день на фортепиано, то тебя не получится музыкантом. Так же и художник может прекрасно видеть цвета, но если он не владеет кистью и не занимается, этим тоже не будет. Так же, соответственно, и с кино. В ходе работы Круглого стола было отмечено, что кроме поступления тверичан в Институт современного искусства, данный вуз может быть полезен региону и другим. По словам Ирины Сухолет, это отличный источник педагогических кадров по музыке и рисованию для тверских школ. Причем речь не только о выпускниках, но и о студентах. Последние могут работать учителями в рамках практики, что вдвойне порадует любого директора. И вакансия хоть временно, но заполнена, и платить ничего не надо.